Вот у нас утро, пришли кормить своих кошечек, белые-белые-белые, чернушечка охраняет нашу картошку. Здесь у нас картошка. Иначе решил покормить их, как обычно инструкции дает, как правильно снимать надо. Да, котики наши, котики. Банки еще прошлогодние. Ещё вы идёте, нет? О, сейчас я пойду. Не знаю, как я тут полезу. О, засоветились кошки нашей кошки. О, тут надо посмотреть, чтобы не обломились. Ой-ка, давай ещё реньки, даже не у меня здесь, а белый. Что я вам принёс-то, а? Ну-ка, давай. Ну, подожди, подожди, ластится-то. Смотри, как она ластится-то. Ой, они у меня как за стол садился, они всегда ели вот эту вот. Рыбки принёс. Ну, давай, ешь, ешь, ешь. Ну, ладно ты. Вторая бомжиха. Одна там живёт, но до чего кошки хорошие. А этот здоровый, ну, ленивый, сейчас-то над ней командует. Она его зализывает, зализывает, и раз, вот дарит, она пошла. Да хорошая такая, чёрная-чёрная. Ну, успокойся, да успокойся, охота ластится ей. А где у тебя чашка-то-то, горшок-то? Давай я, наверное, это... Я сам сделаю, я сам. Сам, давай. Хорошо. Слабенькая была. Ну, получается сверху, как бы, неудобно так. Вот. Владимир Александрович кормит, слазит сюда. Сегодня я очень захотел посмотреть, это под трапезный. Сегодня, кажется, у нас уже, какое, 23-е или 24-е? 23-е. 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 Октября. Вот уже понедельник сегодня, ровно две недели, как мы приехали. Хорошо тут всё, что надо делали, в отоплении, ну... Горячее ещё. Старались, старались. Замечаний нет никаких. Что значит общество, когда все верные? Так, сейчас скажу. Занятия идут по интернету, так это прямо бурно. Ну и... 24-е сегодня. 24-е? Ну, значит, 24-е. Ну да, 14 дней. Раз мы выехали 10-го, а сегодня прибавь 14. Беленький носик у ней. Ну давай, тогда вылазь, я тебя буду контролировать. А эти банки-то с вареньем-то, они тут... Я думаю, вот этот вот надо взять с собой, туда вынести. Там бывает кошек, что нужно взять. У меня голова кружится. Давайте. Так, отходи. Сейчас я поднимусь сюда. Скорее бы кошек можно было сюда выпускать. А то они долго уже сидят. Вот так. Вот так. Я из деревни приезжаю. Колени всего перестаю болеть. Неделя-два пройдет уже... О! У нас тут книги. И лежит крест. Происхождение креста трагичное. Господи благослови. У нас приходят люди, сами берут крест. Я повторю еще такое, сейчас сердце все-то стучит не так. Я сижу на машинке, печатаю. А в это время заходят, а мне некогда даже. Надежда Васильевна открывает. Владимир Иванович Пенкин. Такой тихо ходит там, но везде ездит по монастырям. Все. Подходит ко мне, не оборачивайтесь. А мне некогда. Чуть-чуть он копается тут с моей головой. А он надевает на меня священнический крест. Вот этот вот. Я тогда глаза-то так маленько, вот он вяжу, крест на мне висит. И цепочка сзади. Я скорее снял, так я же не священник-то. Но все равно... Тюрьма. И там в лесу расстреливали. Ямы, провалы, идут провалы. И там черепа валялись. Я в КГБ позвонил. И сразу приехали, они все собрали. Айбисички брали черепа, свечки вставляли. Они глаза-то... И там бегали. Ну... Там Булыгин, оказывается, или какое место такое. Вот. Этот крест. Это, видимо, на священнике был. Расстреляли его. И он нашел. Ну, я его... Как-то взял с собой, кажется. Когда меня арестовали. Арестовали я в тюрьме. Если уже... Когда проверяют, они раз... Как сейчас, вот проходили мы, он... А у меня там аппарат лежит. Он сразу его обнаружил. Видео аппарат-то. Ну, посмотрели, пропустили. Там юристиции были. Что-то там по дому. Судебное какое-то дело. А здесь я его что сделал. Когда еще в СИЗО был. Дают хлеб. Корочки отребали. Как кирпичи хлеб. И туда вот так вот наискосок оно вошло. И сверху опять мякишем заделал. И все. И когда обыскивают. Ну, я вытащил хлеб. Сразу в сторонку положил. Они меня пщупают, где ничего не изменит. А этот в стороне... А... Был Пищугов. Виталий Николаевич, кажется, его. У меня первый раз арестовывали. Городская прокуратура арестовывала. А потом уже краевая. И вот он... Так это все по-хорошему. Я ему свидетельствую. Говорю. Я говорю. Вот я уже вам доверять начинаю. Ну, а почему не доверять-то? А вот если бы я что-то вам решил передать домой. Как передать? Ну, домой, чтобы вы их жили отнесли. А он уже был. Ну... Може. Ну, давай договоримся. Вы ему не выдадите. Я вам что-то дам такое. Металлическое, я говорю. Ну, на обысках не нашли. А как не нашли? Ну, не нашли. Я знаю как. Я вначале его спрятал под подошву в сапоге. Крест. А потом на крест наступать нельзя. И я сумел его так сделать. Ну, я тогда... У меня с собой хлеб разрешается быть. Я его разломил. И там крест. Ой, как он видал. Видимо, никогда не было такого. И он сразу так посидите пока здесь. Крест взял, вышел. Я думаю, куда-нибудь сдаст. Нет, он вышел на другую сторону коридора. И там кто-то... Видно, знакомый следовать это. Ну, и кого-то допрашивал. Он говорит, вот у меня подопечный, говорит. Городская, это не районная прокуратура-то. Верующий. И как он, говорит, обвел всех этих, которые проискивают, и показывает вот этот крест. А этого парня, которого допрашивают. День-два прошло, его к нам в камеру бросили. Он рассказывает, он не знает, что это я. Ну, я знаю потом, что в другой комнате говорилось. Ну, я когда домой вернулся уже из заключения-то, а крест висит на месте, он принес. И принял он крещение с полным погружением, следователь. Вот Господь как сделал. Ну, вот, крест этот сейчас у нас каждый, кто приходит, что-то болит, берут и... Один приехал у него на ногах в вену. Операцию делать надо. Долгов Андрей Федотович на Росубирской. Я ему всё рассказал, он хороший человек такой. Я говорю, старобрядец. Я говорю, ты вот этот крест вот попробуй. Ну, он заголил так, ну, вот, а давай, Господи, помоги. А вены вздулись там. Утром встал, ничего нету. Как, сразу спрашивает? Ну, как сразу, ночь прошла. Так, ну, мы помолились. И совсем нет, вот, у меня вены нормальные. Если я покажу сейчас, какие они вены, ты их не найдёшь нигде. Вот, смотри. Вот у меня нога какая, видишь? Ну, где? Нету? На руках. На руках вот это, вот это вздувается. Это заметно где? Вот они где. Это. И вот здесь, которые приходят. Такой крест. Одна же прихожу, креста нету. Куда же делся он? Тогда всем сказала, у нас была еврейка одна, королёва Фаина Соломоновна. А она услышала это. Да это я взяла. Как ты могла взять-то? Я говорил, не выносите из комнаты. Да у меня сестра больная. Вот тебе на. Ну, на следующий день она принесла. Спросила книги, я там какие-то, когда пожар был, там где-то осталось дал. Вот. Один крест. И какая у него история. Притом история непростая. Во-первых, тайно надели на меня. А теперь каждый приходит, берёт, прошла в ту же тюрьму, где расстреливали. Потому что там нашёл в песке, где расстреливали. Я просто так и думаю, это от расстрелянного священника такое благословение. Раз он расстрелянный, тут канонизировать не надо. Он на небе, мученик. Почти самое высокое звание. Вот. И поэтому я тут когда говорю людям, они верят этому, что так и было. Потому что у нас это всё без обмана. Ну вот всё. Вот это кошек мы привозили. Тут брат Михаил Петрович, у него кот был, вот держал. А потом мне дал, я говорю, тебе он нужен? Да нет, забери. Ну вот я вот. Куда-то что-то взять надо будет. Вот. Вчера подходит, опять у меня спрашивает, а где вы такой взяли? Где взял? Да это пилотка. Обыкновенная военная пилотка. Которую мне много дали. Я в летном училище вел занятия. Высшее авиационное училище. И когда его расформировали, а у меня знакомый был генерал-полковник Пьенков, Борис Евгеньевич. Он пострадал при ГКЧП. Как-то я не знаю, кого он поддерживал там. Вот это вот. То есть его сейчас я уже растянул как. А то она так и не налазит даже. Ну пилотка. Один увидал, сначала спрашивает, а что за скупейка у вас? Вот она как выглядит. Видишь? А я этого развернул вот так, она уже истрепалась. Надежда Васильевна пристращила здесь. Ну это вот широкая, два креста, это сзади. Теперь я надеваю на уши эту нижнюю часть на тяге, она шире маленькая. Комар не ест. Голова закрыта. Все еще надо. Ну и у нас нынче там был Кузьмин Николай Георгиевич. А мне бы такую. У меня бы запасная есть. Я ему давно говорю, работа это работа и уезжать будешь. Оставил он или нет. Оставил. Вот так. Видишь? Везде какая-то история. Смотри. Вот здесь у меня книги. Это от меня книги. Вот я тоже попутно сказать. Приезжал тут Олег с Татьяной из Одессы. Ну они тут приезжали, я не знаю, жить хотели, потеряли. Что я сейчас, просто недолго открыть, закрыть. А здесь книги у меня еще и тогда книг не было. Вот я сейчас посмотрю. Первая книга вышла вот эта вот, книга стихов. Вот она какая. Это небольшая книга. 2002 год. Игнатий Лапкин. Ну, это первая была, как говорится, пробная. Тут стихотворения мои положены на музыку и исполняются. Вот они. Это Нафанаил Судников сумел так сделать. Это триста... Ну, триста восемнадцать страниц. Маленькая, это понятно. Триста восемнадцать. Дальше. Вот это вот кистово православие. Предисловие здесь. Я сорок лет собирал материал для нее. Здесь говорится. Это тоже небольшая, но со светными фотографиями. Вот как раз. Ну, тут дядя Бо встретится нам, который снимает сейчас. Вот, видите как. Это вот наш Евтихий епископ, патриарх Алексей Второй. Вот. Видите, как все здесь. И сколько страниц? Здесь триста шестнадцать, а здесь, посмотри, четыреста семьдесят восемь. Четыреста семьдесят восемь. Это вторая небольшая такая книга. Третья. Жития святых. Я составил на них симфонию. Тоже третья книга, которая... Не вся тут. Что тут? Что-то не видно, где страницы-то. Да. Триста восемьдесят четыре. Ну, триста девяносто есть тут. И симфония на их канонические книги. Это очень трудно давалось. Очень хорошая, сильная, считай лучшая в мире. Это приклеены, которые на краткие обозначения. Это сколько? Четыреста шесть. Все. Здесь вот остальные книги. Тридцать шесть книг. Это ровно... Тридцать шесть должно быть здесь. А как? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать, семнадцать. Тридцать четыре. Тридцать четыре. Тридцать четыре книги все одинаковые. Семьсот пятьдесят две страницы. Ну, любую откроем. Вот первая. Первая книга. Вот она. Есть. Вот здесь покажу сейчас. Именно я сейчас говорю только об этом. О увеличении 747, но 752. Вот. До тринадцатого тома. В мягком переплете это льняной перевод. Все данные книги сшиты. Все даже вот эти меньше. И уже вот с тринадцатого тома уже цветные фотографии пошли. И последний вызов там 2002. А здесь посмотрим какой закончил я сдавать. 2010. Что получается? Восемь лет. Восемь лет. Так это переиздание. Вот это второй номер. Это второе переиздание. Здесь 230 иллюстрации Гюстава Даре раскрашенные. Это очень сильные. Полностью с апокалипсисом. Полное толкование Нового Завета. Вот три тома лежит где. И что интересно. Вот этот Олег который приезжал с Татьяной. Он сделал нам мастер такой. Столы. Книг еще не было. Теперь я книги издаю. Ну они по одной так где-ка. Ну надо чтобы они были здесь по порядку. И как только по порядку выложил. Посмотри там сзади. Ровно. Ну вот оно ровно. Вот. И туда ровно. Как так. Он делал не мерил и я не мерил. Я прекратил и вошел один к одному. Я рассказываю. В лагере когда привезли эти отдельные. Я заказывал. Сильвина Галина Ивановна на заводе работает. Какой-то механический такой завод инструментальный. И по полтора метра. Это. Такие пластины железные. Как сказать. И когда их сварил Николай. Парьгоев приезжал то. Куда ставить чтобы не мешалось. А тут. Береза кажется и тополь. И в них вставили. Буквально по сантиметру. Там щищок. Меча сбросили все. Я вот на это настолько удивляюсь. Не готовили. Не знали ничего. И вдруг поставили. Так как и есть. А это вот я написал. Батюшка что передал. Ребятам Устиновым и Андрею. У меня первого нома не было. Вот этого вот. Первого кончились. А там по телепке есть. А ты услышал и говоришь. А мы наши целые. Вот она. Это стихи. А это стихи. Поэтому я их разложил. Они здесь. Лежат. Первый том здесь. Я вот так батюшке подаю. А ты сказал. И все. Я тогда назад. Бумага то не нужна туда. Вот как удивительно. Это все. Сейчас ее закрою. Вот. Тираж. Всех книг. Не считают последних. Переезданный. Писному православию. Три тысячи. Дополнительно. А эти все по тысяче. А новый завет переездания. Две тысячи. Всего две тысячи. Ну какой тираж то. Шестьсот пятьдесят. Сразу мы в миссионерских поездках во всей библиотеке. Полный комплект. Повторяю. На сегодняшние деньги нам обошлось. Это тридцать пять миллионов рублей. А общее вот это. На сегодняшние деньги. Вот это больше чем пятьдесят пять миллионов. А денег денег не было. Но. А как. Господь дает. Это все знают. И весьма удивляются. Как. Вот. Первая книга мне. Нужно было. Вот эту вот. Выкупить. Это. Это. Потому что. Обсетные бумаги. Обсетные. А коробки. Это. Фотографии. Намелованные. Вы же какие они. Блестящие. Это. Вот. Раиса Николаевна. Как раз. Которая в Москве. Вся рабатюшка. Рассказывал. А это. Ритунский. Корреспондент. Беседуем. Видишь как. Это. Вот. Я в Америке. С митрополитом Виталием. А это. Ну вот. В снимке. Наш епископ Евтихий. Теперь он там. Вот здесь я с мамой. Своей. Это на берегу. Крещение. Отец. Аким. Диакон. Евгений. Янчук. И вот. Бумага. Какая. Это я с отцом. Отец и мать стоят. У отца руки не было. Почти под самое плечо. Под Смоленском. Остался живой благодаря этому. И вот. Мне надо вот этого. А тут болела одна. Надежда Павловна. Егоренко. Торбеева. Фамилия. Девище у нее. Она. Такой вид у нее. Как бы. Южного народа. Казахстан. Ну. Торбеева. Оттуда где-то идет. Ну. И она болела. А была хорошей. Была у меня здесь комендантом. И техник как смотритель. Смотрела за этим. За всем. Очень хорошая женщина. Но. После службы ко мне зашла. Галенька полежала. Я домой поеду. А сыновья у нее кажется. Милиции двое. Я говорю. Не езди. Останьте. Затру там на службу. И вот я поеду. И на остановке. Поскользнулась. И упала. И упала так. Что у нее сразу рак. Начался. Как это так. От удара рак. Я не знаю. Ну. Видимо так. Ну. Я. Проведал. И говорю. Вот так. Она. Соборовалась. Я говорю. Как ты зайдешь. Господь возьмет на небо. После мытар. 40 дней. А потом. Поклонишься Христу. Божией Матери. Надеюсь. Николу. Чудотворца. А Николу. Чудотворец. Вот он. Изображение его. Он любитель подавать. Милостынь. Ты попроси у него. Что он мне. Золотишко. Маленько. Подкинул. Три дочери одного было. И он хотел их выдавать. Замуж. Начищал где-то. За работу. В домах терпимости. Вообще. Уму непостижимо. Ну. И. Я уже. Перед самой смертью был. И все спрашивают. Когда умерла. Ну что. Ничего нет. Нет. Уже сороковой день. Ничего нету. А мы молимся. Сороковой день. Мне. Я открываю двери. Стоит человек. Вам деньги нужны? Зачем? Ну. Я не знаю. Вам деньги нужны? Я говорю. Нужны. А в руках маленький саквояжик. Такого вот. Размера. Я вам дам. Ну. Одно условие. Чтобы выполнили. Я говорю. Какое? Если выполнимое. Чтобы никто не знал. Что я у вас был. А он оказывается. В большой компании. Где-то работает. И. Не один. Там. Как бы сказать. Трое они. А они не расположены ко мне. И. Говорят. Что у меня там конфликтов не было. Ну. Я так и сохранил. Ну. Еще деньги. Выкупил. Следующий. Одна из этих книг. Покупать. Денег нет. А ко мне приехали. Два священника ночью. Я говорю. Давайте братья. Помолимся. У меня утром и купать книгу. А денег нет. А сколько надо. Ну. Сколько надо. Там. Я заплатил тысяч пятьдесят. А там надо может еще восемьдесят. Такие деньги. А у меня. Пенсия была шесть тысяч. А откуда деньги. Я говорю. Да не знаю. Я Богу молюсь. Бог. Бог. Богатство. Помолились. Часа три прошло. Звонок. Я. Холодно вылазить под одеяло. Ну. Вылазить. Кто ж это сказал. После девяти не звоните. Я ухожу на личные дела. Там бывает. Помолиться или пораньше лечь. Звонят. Вы где находитесь? Дома. Я говорю. Да не об этом. Это в России. Я говорю. Да. А город какой? Я говорю. Барнаул. А мы с Сакраменто. Это Калифорния. США. И что? У вас церковь во имя Климента названа? Я говорю. Нет. Это лагерь детский. Климента Анкирского. Да нам развиться нет. Дядя Климент умер. И говорят. Где вы найдете. Во имя Климента. Там молитва доходит лучше. Ну. Я говорю. Что? Мы по Вестерньюнион. Вам сейчас послал десять цифр. Вам сообщим сразу. И получаете. И правда. Они к утру все уже сделали. Я пошел. Получил. Денег нет. До священники. До того. И вы не знали. И по сей день не знаю. Кто они такие. Вот смотрите. Как Господь все это делает. Сначала в мягком переплете. Потом в твердом. Потом цветные фотографии. В каждой книге 64 страницы цветных фотографий. Почему? Доверие Богу. А можно ли так доверяться. Чтобы не знаю получить. Вот доказательство. Я не выдумаю. Ничего. Что здесь есть. А то мы зашли посмотреть. И как Господь сделал. А вот эта вот кошонка. Это на улице. И сколько им их кормили? Ты три кормил. Там было. С улицы. С чужим. И я ее привез себе. Забрал. Потому что. За ней. Тут хороводились коты. И она побыла там. Видели. Как она ласкается. А все. А это заложено в природе. И поэтому. Когда берут котята. Потом они у них там вроде бы где ходят. Куда не надо. Это сами виноваты. Надо сразу приучать. Благословясь у Бога. Все. Пошли. С bunk 不aze. Нормально. С棟истые. Пошли. Такого до warrior. У него теперь стоит permitted.